Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Как вы уже поняли, сегодня у нас рубрика про скетчбук. И сегодня я решила рассказать вам историю моей подписчицы, которую она мне отправила 3 дня назад и попросила рассказать на мукбанке, дабы попросить совета у вас. Но, к сожалению, на мукбанке я эту историю рассказать не могу, так как она очень-очень длинная и получится, что пол видео я просто сижу с телефоном и зачитываю историю. А на мукбанке я кушаю и мне это немного неудобно, поэтому я решила рассказать историю видео про скетчбук, и как раз вы внизу напишите свои советы. Возможно, у вас тоже в жизни были такие ситуации. Вы знаете, прочитав эту историю, я поняла, что все, что происходит в сериалах, это бывает и в реальной жизни. И мне очень понравилась эта история. Возможно, кто-то начнет писать и осуждать эту девушку, но я считаю, не побыв в ее ситуации, в ее шкуре, как бы нельзя осуждать человека. И давайте приступим. Всем привет! Называть своего имени я не буду, а просто поделюсь кусочком из своей жизни. Я училась в школе в 11 классе и уже с 10 класса начала влюбляться в своего одноклассника, который мне был очень дорог, и я хотела за него долгие годы замуж. Но, к сожалению, дело в том, что моя мама была категорически против наших отношений. Она долго меня отговаривала, говорила, что мне это не нужно, показывала на своем примере, что без денег жизнь очень сложная. И она в своей жизни допустила эту ошибку, вышла замуж за моего папу по любви. И сейчас она несчастна, хотя до этого она могла выйти замуж за очень обеспеченных мужчин, но вышла просто замуж по любви. И постоянно меня отговаривала от этого, я не знала, продолжать ли мне отношения, либо просто сказать своему однокласснику, что нам не по пути. Параллельно пыталась найти себе богатого молодого человека, и в то же время я общалась и с ним. Сказать, что с другими молодыми людьми я общалась нет, но просто вдруг я кому-то понравлюсь, кто-то захочет меня засватать, я была только за. Но я общалась со своим одноклассником тоже, надежду ему давала. И как-то в один день он даже не сказал мне об этом и попросил свою маму пойти на знакомство к моим родителям. Мы жили в одной деревне, и естественно моя мама знала и его маму, когда она пришла, как бы для нас это не было сюрпризом. Я была немного удивлена, что он не посоветовался со мной, но возможно он тоже чувствовал, что я не совсем душой за создание семьи с ним. Не знала, что делать, и как бы этот момент, что его мама пришла, поставили такую точку. Моя мама сказала, что она не хотела бы, чтобы я выходила замуж за ее сына, и она хочет более выгодную партию найти для меня. А на тот момент в деревне, можно сказать, 40% парней деревенских, многие, кто приходили ко мне свататься, но я хотела выйти замуж в город за более обеспеченного человека, у которого есть образование, не хотела жить в деревне, и в то же время я любила его, одноклассника своего. Но в какой-то момент я поняла, что для меня деньги и материальное состояние намного важнее, чем вот эти чувства, и я поставила точку в отношениях после того, как его мама ушла. Проходили годы, время шло, другие парни приходили ко мне свататься, но действительно обеспеченного человека среди них не было. Был единственный один молодой человек, он был турок, внешне он мне совсем не нравился, единственная материальная составляющая, которая меня устраивала, потом в конце оказалось, что это тоже вранье. То есть он просто пытался казаться более обеспеченным, чем есть на самом деле. В общем, годы шли, а мой одноклассник, естественно, после отказа пытался со мной помириться, я всячески отказывала, и каждый раз, когда он за мной бегал, он мне становился все больше и больше неинтересен. Вообще я такой человек, когда я узнаю, что человек прям сохнет по мне, мне становятся эти отношения просто неинтересны. И в какой-то момент я просто поняла, что он мне совершенно не нужен, и спустя где-то полтора года он мне позвонил и сказал, что он хочет создать семью, то ему нашли другую невесту, и если только я скажу нет, то он придет и женится на мне. Я сказала, что хочу, чтобы он был счастлив, и на мне по пути, как я говорила ранее, и на этом мы поставили жирную точку в наших отношениях. У него была свадьба, я была на этой свадьбе, участвовала во всем этом. И вы знаете, во время свадьбы мне было немного обидно, некомфортно, неприятно. Я не могу передать вам свои ощущения, но мне было очень не по себе. Смотрела на девушку, она совершенно была несимпатичная, невзрачная. И, в общем, мы продолжали жить в этой деревне вместе, по соседству. Я видела, как он живет со своей женой, я была все это время одна. Проходили годы, у него родился один ребенок, через два года еще один ребенок. Но, к сожалению, моя личная жизнь никак не складывалась. Найти обеспеченного человека мне так и не удалось. Я познакомилась с молодым человеком из Баку, мы с ним долго провстречались. Я приезжала к нему сюда, в город, но затем поняла, что он просто со мной играется, и он не собирается строить со мной серьезные отношения. Для него это просто интересное времяпровождение. И вы знаете, таких историй было очень много у меня в жизни. Я ознакомилась на Баду, в Тиндере, и все эти отношения ни до чего не доходили. Не было ничего серьезного. А мне отношения на год, на полтора не нужны. Мне нужна была именно семья. И после того, как мой одноклассник уже женился, создал семью, многие уже соседи начали поговаривать. Вот упустила парня, а теперь сидишь одна, плачешь и так далее. Мне, естественно, это было очень-очень неприятно. Я пыталась как-то устроить свою личную жизнь. И в конце я поняла, что лучше не его преданней. И вернее, никого нету. И деньги, и все остальное. Это все полнейшая фигня. Я просто хотела ему написать и рассказать то, что у меня на душе. Я была уверена на 100%, что он меня отвергнет. И просто посмеется надо мной, потому что у него семья, дети. В общем, я ему написала однажды вечером. Как сейчас помню, это был Новрусбайрам. Я просто решила его поздравить и тем самым дать о себе знать. На мое удивление он мне ответил. И мы весь вечер переписывались. Я не знаю, где была его жена в этот момент. Но мы переписывались очень долго. Прошли годы, и я поняла, что нет, все равно. Я люблю только его. Мы начали с ним общаться, а затем даже и встречаться. И в какой-то момент я поняла, что так дальше продолжаться не может. И я ему сказала об этом, что я не хочу скрывать. Я хочу, чтобы ты ушел от своей жены. И вы знаете, я была очень удивлена. Он был согласен уйти от своей жены. Сказал мне, что давай ты соберешь свои вещи. Я соберу свои, и мы просто уедем отсюда. И забудем это как страшный сон. Я решила этим поделиться со своей мамочкой. Но она меня категорически просто не поддержала. Сказала, что у меня в голове только ветер. А жена его начала это все замечать. Жена вообще собрала вещи и ушла. Все соседи очень сильно начали наседать. Начали оскорблять моего младшего брата, что вот твоя сестра уводит мужа из семьи. Все начали очень сильно нападать на нас. И я уехала в город. Я, если честно, ждала, что он будет еще звонить, писать. Потому что в школьные годы, сколько я его не бросала, он постоянно бегал за мной. Но в этот раз, когда я уехала в Баку, он даже не позвонил мне. И до сих пор не ищет меня. Здесь я опять же начала встречаться с разными молодыми людьми. Сейчас я работаю продавщицей в магазине. И вы знаете, жизнь это не для меня. Это очень сложный физический труд. Вот до сих пор, сколько я не встречаюсь с разными молодыми людьми, я понимаю, что я упустила свое счастье. Я бы могла его вернуть. Просто опять же испугалась. И это со стороны выглядит так, как будто я играю в прятки. Но на самом деле я очень сильно запуталась. И не знаю, что мне делать. Айка, мне было бы очень приятно, если бы твои подписчики дали бы мне какой-то совет. Возможно, кто-то из них тоже был в подобной ситуации. Да и вообще, ребят, если у вас в жизни тоже были какие-то сложные ситуации, и вы хотите получить совет от 30 тысяч человек, то пишите свои истории в мой инстаграм. Я обязательно зачитаю во время рисунка в своем скетчбуке. Ну, действительно, какие-то интересные истории и реальные. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!